31 мая 2011 года состоялось собрание собственников помещения в многоквартирном доме по адресу улицы Курская, 76-2. Данное собрание было рекомендовано к проведению группы «Народный контроль» и предварительно состоялось заседание группы «Народный контроль», на котором инициативная группа собственников помещения в многоквартирном доме по Курской, 76-2 выступила с инициативами и с претензиями в адрес председателя ТСЖ в том, что на сегодняшний день слишком высокая оплата за отопление и за МОП. И, в общем-то, была недовольна работой председателя ТСЖ. После разбирательств группа «Народный контроль» порекомендовала провести собрание отчетно-выборное, на котором председатель должен был отчитаться, контрольная ревизионная комиссия данного ТСЖ также должна была провести свой отчет, и при наличии кворума, то есть достаточного количества собственников помещения в многоквартирном доме, а это 50 и более процентов собравшихся, должно было состояться голосование по выбору нового управления ТСЖ и председателя ТСЖ, в том числе и выбор новой контрольной ревизионной комиссии ТСЖ. Значит, 31 мая состоялось собрание, на котором председатель отчитался, контрольная ревизионная комиссия отчиталась, были заданы вопросы, на которые председатели контрольной ревизионной комиссии ответили. Также выступили народные контролеры, в том числе я выступил, сообщил о том, что было проведено заседание предварительно, и было рекомендовано провести собрание. В общем-то, на данный момент наша функция была завершена, то есть наша задача была, чтобы люди были собраны, и председатель дал полную картину того, как работало ТСЖ за год, и контрольная ревизионная комиссия, проверив его деятельность, должна была ответить на вопросы, в общем-то, правильно ли председатель тратил деньги, или какие-то были уловки и ухищрения, на которые председатель пошел, дабы нарушить законодательство. По отчету контрольной ревизионной комиссии данного ТСЖ председатель тратил все деньги правильно, тратил все деньги при наличии необходимых документов. Возникали вопросы, в частности, по отоплению, на что председатель тоже дал ответ удовлетворяющих собственников. Возникали вопросы по установке козырьков. Опять же, председатель дал ответы, и их, в принципе, удовлетворили эти ответы. Но, к сожалению, на данном собрании не был достигнут кворум. То есть, необходимое количество собственников многоквартирном доме не явилось на данное собрание. Получилось порядка 5000 квадратных метров. То есть, если считать по количеству квадратных метров в доме, в доме 13000 квадратных метров. Немного не хватило до кворума, но это было достаточно для того, чтобы следующие вопросы повестки дня были отменены. То есть, нельзя было данным собранием выбирать председателя и правления ТСЖ, и также контрольный ревизионный орган. Поэтому было принято решение председателя, правления и контрольный ревизионный орган выбрать заочным голосованием. Однако, инициативная группа стала возражать по этому вопросу. Но, еще раз собрать кворум, я считаю, что, вряд ли получится, потому что слишком много квадратных метров, которые люди сдают, то есть, там не живя. Соответственно, если эти люди не явились в первый раз на собрание товарища собственников жилья, возможно, что второй раз они тоже не явятся, а постоянно собирать людей, просто люди потом перестанут приходить на данное собрание. Поэтому был подведен итог определенный. Инициативные группы остались после собрания принять решение о том, какие вопросы будут включены в заочное голосование, и по итогам заочного голосования уже будет выбрано новое правление, переизбран или избран новый председатель товарища собственников жилья и контрольный ревизионная комиссия.